Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Альфея Рашидовна, хотелось бы вам первый вопрос адресовать. Агентство АКРА посчитало, что если разделить потенциально выделенные в ближайшее время эти средства, полтриллиона рублей, 500 миллиардов, на все регионы, то получится примерно по 8 миллиардов рублей. Если чисто гипотетически взять эту сумму за основу, как ту сумму, которая в принципе гарантирована для получения регионами, в том числе Республикой Башкортостан, насколько эта сумма существенна для реализации на крупных инфраструктурных проектах? Вы знаете, строительство восточного выезда из города Уфы по предварительным оценкам составляет свыше 35 миллиардов рублей. Дело в том, что 20 миллиардов из этой суммы – это федеральные денежные средства. Если говорить о строительстве мосточного прохода в районе улицы Интернациональной, то стоимость этого инфраструктурного проекта составляет 10,5 миллиардов рублей. Стоимость строительства восьми школ для семи ученических мест составляет 3,5 миллиарда рублей. Поэтому, конечно, для региона любые денежные средства, которые будут выделены из федерального бюджета – это большие деньги и это, конечно, существенная поддержка для развития региона. Мстислав Платонович, на Ваш взгляд, какие проекты могли бы стать наиболее перспективными для одобрения федерального центра, для одобрения этих инфраструктурных кредитов? Альфия Рашидовна в студии в нашей сказала по большей части о транспортных проектах, крупных транспортных проектах. На Ваш взгляд, какие проекты могли бы перспективными быть? Ну, я согласен, что, наверное, все, что связано с развитием транспортной инфраструктуры, это одно из основных направлений инфраструктурного кредитования. Но, что важно, мне кажется, когда будет республика готовить свою заявку, наверняка требования будут подробно расписаны, я думаю, что здесь нужно стремиться к максимальному мультипликативному эффекту. Но, условно говоря, в этой заявке было бы разумно написать о том, что если бы имелся 1 рубль централизованных инвестиций, вот этого инфраструктурного кредита, то это, соответственно, создаст какое-то количество рабочих мест, что это привлечет, например, 3 рубля частных инвестиций. И в целом, эти инфраструктурные кредиты дают возможность увеличить региональный вал-бед-продукт, скажем там, на такое-то количество процентов. Я думаю, что вот в этой заявке было бы целесообразно именно написать об экономических эффектах тех, которые будут достигнуты в результате использования этих инфраструктурных кредитов. Ну вот, собственно, о потенциальных условиях мы еще поговорим в течение программы. Я вот хотел бы адресовать свой вопрос Максиму Леонидовичу. Максим Леонидович, ну вот президент сказал о том, что на инфраструктурные кредиты могут рассчитывать именно те регионы, у которых есть низкая долговая нагрузка. Вот сколько таким образом, по вашим оценкам, субъектов федерации могут рассчитывать на новое федеральное финансирование? Ну, на самом деле, где-то примерно половина. Но тут же надо опять же понимать слова президента аккуратно, потому что он сходил с того, что, и он это неоднократно подчеркивал, что здесь должен быть принцип справедливости распиления бюджетных средств. И в частности, если мы говорим о том, что регионы, у которых низкая долговая нагрузка, они имеют приоритет в получении соответствующих кредитов, это не значит, что этого достаточно. Потому что следующий критерий, который отмечался в том числе президентом неоднократно, это то, что мы должны смотреть на эффективность финансовой политики. Потому что какой проект, насколько идеально он проработан, насколько он хорошо интегрирован в бизнес-активность региона, насколько проработаны критерии возвратности этих самых инвестиций, поскольку это означает рабочие места и так далее. Все эти критерии будут приниматься в расчет. Прежде всего, конечно же, нужно в этой заявке показывать, как мне кажется, те налоговые поступления, которые, возможно, такая инфраструктура будет давать. Потому что это, мне кажется, основной критерий, на который будут ориентироваться, особенно говоря, регионы, они будут те проекты предлагать, которые будут возрастать их нагрузкам. Это первое. Второе. Ну, очевидно, что здесь нужно учитывать, ну, не только, скажем так, те меры, которые в регионе принимаются для, в том числе, софинансирования таких проектов. Потому что, ну, та сумма, которая предлагается в виде бюджетных кредитов, ну, какой-то большой, серьезный проект, ну, конечно, построить можно постараться, но, конечно, софинансирование участия, использование других механизмов, например, соглашение о защите поощрения капиталовложений, еще каких-то, это, безусловно, будет показывать серьезность намерений и даст плюс региону, который захочет сюда это использовать. То есть, на самом деле, резюмируя, два критерия. Первый – это низкая долговая нагрузка и эффективная финансовая политика в регионе, и, допустим, уровень доходов. Если регион доходный, там много доходов получает, значит, скорее всего, он потянет соответствующие инфраструктурные проекты. Ну, да, конечно, можно, в принципе, выделить и больше, да, залить регион деньгами, но регион-то с удовольствием, да, примет эти деньги. Но когда есть еще со стороны региона желание реализовать какой-то проект, в том числе подтверждая это софинансирование, наверное, это больше шансов, да, на получение этих денег. Ну, вот, Альфия Рашидовна, хотелось бы вернуться, так скажем, в нашу республику, да, вот буквально в начале недели премьер-министр, вот проводя оперативное совещание, заявил, что у нас достаточно хорошо отлажена консервативная финансовая политика, да, достаточно эффективная. Вот оцените, пожалуйста, уровень долговой нагрузки республики на сегодня, вот исходя из этого, на что может рассчитывать республика? Вообще, сам по себе кризис, пандемия негативно сказался на общегосударственном долге Российской Федерации. Его размер увеличился на 18%, составив 2,5 триллиона рублей. Что касается республики Башкортостан, мы, к сожалению, увеличили свой густошный долг на 55%, с 13,5 до 21,3 миллиардов рублей. Но, вы знаете, он мог бы быть еще больше, но третий пакет мер, который мы неоднократно пересматривали совместно с правительством, совместно с Министерством экономического развития и Министерством финансов, действительно, как вы сказали, консерватизм, он очень качественно здесь, в данном случае, проработан. Минфин строго следит за тем, чтобы перерасхода слишком существенного не было. В то же время, те денежные средства, которые были выделены под третий пакет мер, это все то, что сможет поддержать именно малый и средний бизнес в регионе. Я считаю, что, конечно, буквально каждая копейка была взвешена, действительно, размер третьего пакета был уменьшен вдвое. Мы сейчас находимся на 14 месте в России по уровню государственного долга. Но, я думаю, за счет активного развития строительства, сельского хозяйства и других отраслей, в том числе промышленности, я думаю, что мы снизим его постепенно. На это уйдет, конечно, может быть, год, два или три. Но, тем не менее, я надеюсь, что мы к этому придем. Мстислав Платонович, ну вот, коль уж мы говорим конкретно о республике Башкортостан, как о таком примере, да, и мы находимся в республике Башкортостан, да, наша программа вещает. Вот, зная о тех проблемах, которые здесь существуют, это изношенные коммунальные сети, да, изношенная достаточно дорожная инфраструктура, вот, на ваш взгляд, какие проекты могли бы в первую очередь получить финансирование, где нужно работать, на ваш взгляд? Ну, еще раз говорю, что Министерство финансов, Министерство экономики Российской Федерации наверняка изложит требования для составления заявок. Ну, на мой взгляд, мне кажется, нужно все-таки в первую очередь использовать для проектов разработки, те, которые есть у вас и в Башкирском авиационно-технологическом университете, и в Башкирском государственном университете. Мне кажется, здесь важнее продумать те направления, которые связаны напрямую с технологическим прогрессом, устойчивым развитием, зеленой экономикой. Мне кажется, что это будет гораздо более правильно, и, скорее всего, все-таки федеральное правительство ждет каких-то инноваций. Вот именно инноваций, которые будут еще подкреплены мультипликативным эффектом. Совершенно понятно, что можно построить дорогу между двумя селами, но мультипликативный эффект от этой инвестиции не будет столь высоким. Поэтому мне кажется, что лучше задействовать прежде всего тот человеческий капитал и те технологические наработки, которые есть у республики. Максим Леонидович, хотелось бы продолжить с вами дискуссию относительно того, какие проекты бы именно Башкортостана могли бы получить, федеральное финансирование. Вот власти региона очень осторожно предлагают, уже предлагают какие-то свои варианты в интервью журналистам, и рассматривают в том числе возможность привлечения этих кредитов под формирование инфраструктуры для создания новой, у нас уже есть одна новая особая экономическая зона техника внедренческого ТИФ. Допускаете ли вы, что такая заявка может быть одобрена и почему? Посмотрите, сейчас создание различных зон, территориальных инвестиционных режимов, это очень популярная история во многих регионах. Беусловно, это показывает стремление руководства региона к тому, чтобы бизнес запустился и катализировался новый инвестиционный цикл в регионе. Но проблема, я так понимаю, заключается только в одном, то есть в региональных проектах это не столько, скажем так, их сфера, сколько их маркетинг, потому что проекты региональные, инвестиционные, инфраструктурные нужно уметь продавать, интегрировать деловой активность региона. Здесь уже неважно, он будет инновационный, классический, логистический или рекреационный. Что касается Башкортостана, то там абсолютно, я бы сказал, благополучная история, с моей точки зрения, потому что и туризм, и рекреационные зоны, и логистика, вполне эти проекты могут полететь, в том числе и, опять же, инновация, которую коллега упоминал. Как раз главный показатель создания таких зон различных, технических и так далее, это привлечение инвесторов. То есть главная задача региона и правительства региона в том, чтобы в эти сферы кто-то пришел, чтобы инвесторы потенциально подтвердили, по крайней мере, на бумаге, то, что они хотят здесь что-то делать, и у них есть конкретные, хотя бы глобально мыслимые KPI. Если это все будет, то, мне кажется, у Башкортостана очень радужные перспективы и на инфраструктурные кредиты, и на абсолютно широкий спектр мер государственной поддержки. Максим Леонидович, вот еще такой вопрос. В республике также существует предложение, что с учетом секвестра финансирования по республиканской адресной инвест-программе, по этой программе у нас строятся социальные объекты, привлечь инфраструктурные кредиты для комплексной застройки кварталов, которые уже были построены когда-то застройщиками, но тогда таких условий не было для застройщиков, чтобы они дополнительно еще строили. Детские площадки, может быть, школы, может быть, детские сады. Все-таки, на Ваш взгляд, может ли это быть тоже целью инфраструктурных кредитов, или это же все-таки вопрос именно строительного сектора застройщиков, частных застройщиков? Вы знаете, Вы сейчас назвали, наверное, самую больную проблему застройки, в том числе региональной, потому что если будут эти кредиты тратиться на инфраструктуру сопутствующую, это будет просто великолепно по одной простой причине. Насколько я знаю, в регионах маржинальность застройщиков очень низкая. Большого объема жилье не строится по объему, по квадратным метрам, и поэтому, по нашим, опять же, данным. И кризис очень сильно ударил по застройщикам, и нести вот эти расходы довольно сложно для застройщиков региональных. Особенно после перехода на проектное финансирование, на счета Искров, в том числе, когда нельзя привлекать деньги напрямую от дольщиков. И поэтапное раскрытие этих счетов, так как, в общем-то, и не прошло пока ни в правительстве, ни в Минстрое. По этой логике, если нагрузку, вот эту долговую, мы переложим на инфраструктурные кредиты, мне кажется, это будет совершенно великолепная история, и мы, по крайней мере, сможем катализировать процесс застройки региональной. Она у нас, ну, объективно, по многим данным, встала. Поэтому я только за. Я считаю, что это, безусловно, правильная история. Что касается комплексной застройки территорий, то здесь другая проблема. Она связана с тем, что, да, действительно, сейчас идет такой тренд, и закон, опять же, принят о комплексной застройке территорий. Надо бы учитывать не только интерес властей города в том, чтобы все было красиво и застроено новыми зданиями, а в том, что там у этих всех зданий, строений и сооружений есть уже собственники, и надо защищать их права. Если инфраструктурные, в том числе, эти средства будут потрачены на выкуп, возмещение этим собственникам, которых мы потом будем убирать из этих аварийных и прочих строений, для освобождения, собственно, площадки под застройку, мне кажется, это тоже хорошая цель. И мне кажется, вот, когда будут изыматься соответствующие земли для госнужд, потому что, мне кажется, потратить деньги из этих кредитов на выкуп этих земельных участков и объектов недвижимости, мне кажется, это тоже правильно. Мстислав Платонович, ну вот такой вопрос хотелось бы вам адресовать. Вот очень многие говорят, что, ну, наконец-то государство, если можно так сказать, разродилось, да, и открыло эту возможность финансирования фонд национального благосостояния, да, какие-то тоже какие-то разговоры идут об изменении бюджетного правила. Вот вообще 500 миллиардов рублей, насколько эта сумма, так скажем, существенна для того, чтобы финансировать государственные инфраструктурные проекты? Либо нужно еще выделять больше денег? Вы знаете, сумма, прямо скажем, достаточно скромная, особенно если мы ставим задачу ввести там российскую экономику с 11-го места, там, на 10-е или даже на 5-е место в мире. Понятное дело, что эта сумма явно недостаточная. Объем инвестиций в целом экономики у нас достаточно скромный. Ну, собственно, об этом и говорилось в послании президента. Но я думаю, здесь будет обратный эффект, в том смысле, обратный с точки зрения фидбэка. То есть, если регионы действительно предложат федеральному правительству реально инновационные проекты в контексте тех направлений, о которых я говорил, устойчивое развитие, зеленая экономика, новые технологии, то я думаю, что объемы финансирования будут увеличены. Понимаете, здесь очень важно, чтобы федеральное правительство понимало, что есть потребность именно в перспективных инвестициях. И вот, опять-таки, подчеркну это слово, которое очень часто употребляется, это мультипликативный эффект этих инвестиций. Еще такой вопрос, Мстислав Платонович. Вот по примеру национальных проектов, да, федерация достаточно большие средства выделяет на их реализацию, да, эффективность везде разная, да, ну, вот в основном, где очень много денег выделяют по нацпроекту демографии, эффективность достаточно низкая. А процесс спроса, так скажем, ну, в уголовно-правовой плоскости, то есть деньги пропали, значит, уголовное преследование, да, денег нет, аналогично, да. Вот в случае с инфраструктурными кредитами и, так скажем, контролем за их реализацией, нужно ли что-то менять, чтобы не получилось, как с нацпроектами? Ну, с нацпроектами ситуация, она действительно разная во всех регионах, разная по разным нацпроектам. Что же касается инструментария финансового контроля, он достаточно разработан, этим занимается и, соответственно, казначейство в рамках контроля со стороны исполнительной власти, и этим занимается и счетная палата, у вас есть своя счетная палата, контрольно-счетный орган. Вот поэтому, что касается инструментария финансового контроля, я думаю, что достаточное количество рычагов. Здесь, мне кажется, вопрос немножко стоит в другом, именно в содержательной нагрузке этих проектов. Именно чтобы эти проекты были потенциально направлены на технологический прорыв в том контексте, в котором мы сейчас находимся. Ведь же мы должны понимать, что экспорт углеводородов в Российской Федерации устойчиво снижается. Но одновременно экспорт, к сожалению, неуглеводородного сырья не растет достаточно высокими темпами. То есть постепенно ситуация будет усложняться. Поэтому отсюда и желание, чтобы вкладывались именно в инфраструктурные проекты, которые позволят сделать тот технологический рывок, который позволит демпфировать падение доходов от экспорта углеводорода. Время нашего эфира подходит к концу. У меня заключительный вопрос. Альфия Рашидовна, президент еще очень важную вещь сказал, что на основе реализации этой большой программы выделения инфраструктурных кредитов регионам будет оцениваться, в том числе мы оценим, компетентность региональных управленческих команд. Ваша оценка уровня региональной управленческой команды, как им следует работать? Вы знаете, уровень управленческой команды Радди Фаридовича, конечно, очень высок. Это без всякого преувеличения, можно сказать. Потому что я была свидетелем такой ситуации, когда Андрей Геннадьевич при рассмотрении вопроса, связанного с придорожным сервисом, он очень четко контролирует, какое количество денежных средств гипотетически может быть потрачено на один квадратный метр такого объекта. То есть он следит и буквально в три раза контролирует, чтобы стоимость не превышала заявленной изначально строительной стоимости. Поэтому я считаю, что каждый занимает свою нишу. Все работают очень слаженно. И обращаясь к жителям республики, тоже хотелось бы сказать, что все те, кто не безразличен к судьбе нашей республики, должны чувствовать себя частью управленческой команды. Тогда будет эффект. Максим Леонидович, со стороны, как говорится, может быть по-другому видится вам работа управленческой команды республики, которая сейчас есть. Оцените ее, пожалуйста. Это наверняка возможность лоббирования в федеральном центре, каких-то решений, возможность выбить побольше финансирования. Ваша оценка? Моя оценка, на самом деле, самая высокая. Почему? Потому что, ну, по крайней мере, даже взять объективные данные, которые есть в интернете, в СМИ, к самому такому, качество управленческой команды, оно подтверждается не какими-то рейтингами и прочим, а теми проектами, которые предлагаются. И мне кажется, с этой точки зрения, Башкортостан может только гордиться, потому что инициатив различных довольно много. Дисканты статистических разработок очень давно сотрудничают в Дисканты статистических разработок в Республике Башкортостан. Мы это видим, мы сотрудничаем. А тут хочется вот что подчеркнуть, почему, собственно, этот критерий управленческой команды и Путин, потому что именно я тогда подчеркивался. Дело в том, что бюджетный кредит, вообще кредит, который предлагается, это, ну, не панацея, но он такой и небольшой. Основная логика в том, что он должен быть катализатором. А дальше уже, собственно, региональная команда должна попытаться каким-то образом пойти, попытаться его запустить дальше, чтобы он приносил доход. Если мы дали денег, а потом в итоге проект не полетел, вот это вот уже будет критерий того, что управленческая команда не сработала. Вот с этой точки зрения, мне кажется, в Башкортостан должно быть все хорошо. Ну что ж, спасибо вам большое за эту профессиональную дискуссию. Я желаю вам удачи в вашей работе. Спасибо. А я напомню, что это была программа «Ракурс». Сегодня в нашей студии доктор экономических и наук, заместитель директора Института стратегических исследований Башкортостана Альфия Кузнецова. По удаленной связи с нами были профессор-исследователь высшей школы экономики Мстислав Афанасьев и руководитель направления правовой развития Центра стратегических разработок Максим Башкатов. Оставайтесь на РБК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин